И мы благодарим и прославляем тебя сейчас за слова с небес. Мы имеем уши слышать. Скажите это, я имею уши слышать. Я открываю свое сердце. Я открываю свой разум. Я открываю свои уши. Я открываю свои глаза для откровения с небес. О, спасибо тебе за него. Спасибо тебе за него, Господь, во имя Иисуса. Давайте обратимся к нашему месту Писания в 4 главе книги Притч. Мы прочитаем его, а затем обратимся ко 2 главе Ефесянам, 20 стих. Притчи 4, 20. «Сын мой, слова моим внимай, крича моим преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих. Храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь. Прочитайте это вслух вместе со мной. Они жизнь. Еще раз. Они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела их». Вернемся к 18 стиху. «Стизиоправедных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня». Мы могли бы сказать, она становится все светлее, светлее, светлее и светлее. Аминь. «До дня совершенства». До дня полной зрелости. Слава Богу. Разве это не замечательно? «Всегда ходить во свете, подобно как Он во свете». Аминь. Знаете, вам не нужно было бы иметь много, если бы вы всегда знали, что делать с тем малым, что у вас есть. Потому что оно бы продолжало возрастать, возрастать и возрастать. Не закрывайте это место в книге «Притч», потому что мы через минуту к нему вернемся. Ефесянам, 2 глава, 10 стих. «Ибо мы, Его творения». Речь уже о том, когда мы родились свыше. Мы, Его творения, созданы во Христе Иисусе. На добрые дела. В расширенном переводе Библии говорится «на добрые пути». Мы только что читали «стезя» или «путь праведных». Итак, что это за путь? Это путь, который предназначил и приготовил для вас Бог. И такого не бывает, чтобы Бог предназначил для кого-то путь, который приведет этого человека к нищете. Бог никогда никого не делал нищим. Нет, 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 нет. Вы знали, что Писание говорит, что у вас не должно быть нищих? Нет, нет. Нет, не должно быть нищих. Некоторые из вас смотрят, как... Я знаю, я знаю, традиция говорила. Ну, знаете, Бог, должно быть, полюбил нищих, потому что Он так много их сотворил. Это быть глупыми. Фактически, более правильно сказать, это значит не знать Слово Божьего. И не знать Божьего пути того, как Он все делает. Нет. Слово Божье ясно об этом говорит. Однако в том же месте Писания говорится, «У вас не должно быть нищих, если вы делаете то, что Я говорю вам делать». Есть эта оговорка. Слово Божье говорит. «Бог поднимает нищего с мусорной свалки, из праха, из грязи, и возвышает их». В синодальном переводе Библии используется слово «вельможи» или «лидеры». Другими словами, Он заберет вас с мусорной свалки и посадит в зал заседаний Совета Директоров. Слава Богу. Аминь. Это Его воля и желание для нищего. Так что Бог никогда не делал никого нищим. Он приготовил и предназначил для каждого из нас путь, чтобы мы им шли, который абсолютно превосходит все, о чем вы можете просить или помышлять. Скажу вам, благословение Господне. Он благословил нас всяким духовным благословением в небесах. Это означает, что если есть духовные благословения, слава Богу, веры, вы сможете стянуть их сюда, в естественную сферу. Слава Богу. Я снова это сделал. Я своей проповедью привел в себя восторг. Аллилуйя. Он сделал все это еще до основания мира. Он никогда не изменяется. Это и сегодня по-прежнему является Его волей. Это и сегодня по-прежнему принадлежит вам. И когда вы приняли Иисуса как вашего Господа и Спасителя, вы привели это в действие. Это предназначено для каждого человека, когда-либо рожденного на этой земле. Но когда вы принимаете Иисуса, вы приводите это в действие. Слава Богу. Аминь. И этот путь... Давайте обратимся к 1 Коринфянам. Считается, что Бог планирует жизнь проповедников, апостолов, пророков и так далее. Что ж, да, планирует. Но апостола, пророка, евангелиста, пастора, учителя не ждет какая-то награда побольше, чем вас. Потому что есть апостолы, пророки, евангелисты, пасторы и учителя, которые ничего не получат, потому что они не были послушны Богу ни в чем, что Он призвал их делать. Есть проповедники, которые никогда не проповедуют. Понимаете, если Бог призывает вас, когда Он говорит... Мы не говорим о чем-то вроде «Эй, ты, иди сюда». Так не призывают. Бог называет несуществующее, как существующее. Так, подождите минутку. Бог называет несуществующее, как существующее. Где это существующее? Бог называет несуществующее, как существующее. Существующее, как давно. Еще до основания мира. Это когда вы были совершенными в Его глазах. Аминь. Ну же, это еще до того, как появился дьявол. Это еще до того, как был совершен грех. Были ли вы тогда прелестными? Вы сейчас хорошо выглядите. Но послушайте, вы тогда были прелестными. Вы по-прежнему прелестны в Его глазах. Вы по-прежнему прелестны в Его глазах. И Иисус пришел, чтобы вернуть это для вас. Аллилуйя. И именно такими Он по-прежнему вас видит. И именно такими Он по-прежнему вас называет. Он сказал мне тогда, много лет назад, когда я только ответил на свое призвание. Он объяснил это мне. Он сказал, я призвал тебя. Когда придет твое время, чтобы стоять передо мной и дать отчет. Он сказал, подумай об этом следующим образом. Есть постер в натуральную величину пророка и учителя, поскольку это то, кем я призвал тебя быть. И тебе придется стоять там перед ним. А что, если бы я не ответил на это призвание проповедовать? Потому что я спорил с Богом какое-то время, когда узнал, к чему я был призван. Что, если бы я никогда этого не сделал, а просто продолжал бы жить дальше и всю свою жизнь занимался бы своим глупым делом? И принял бы Иисуса, как моего Господа и Спасителя, и пошел бы на небо. Да-да. Но когда бы я встал перед этим, это то, к чему Бог призвал меня. Но я назвал бы себя кем-то другим, так как я не захотел этого делать. Нет, послушайте. Вам нужно искать Бога в этом вопросе. И я покажу вам это прямо здесь. Первое Коринфянам. Давайте посмотрим 12 главу, 13 стих. Здесь мы читаем о том, что все мы одним Духом крестились в одно тело. Речь обо всем теле Христовом. Не только о проповедниках, обо всем теле Христовом. 18 стих. Но Бог расположил. Он уже это сделал. Когда Он это сделал? Когда? Еще до основания мира. И так. Бог уже расположил члены, каждый в составе тела, как Ему было угодно. Я слышал, как один человек много лет назад сказал, да, брат Копланд, я, наверное, подмышка в теле Христовом. И такого рода заявления, представления, является результатом греховного сознания. Ну, знаете, я просто маленький не кто, я просто шишка на мизинце ноге тела Христова. Позвольте мне вам сказать, шишка, кое-что. Я вам кое-что скажу. Вы воскрешены и посажены с Ним на небесах во Христе Иисусе намного выше. Намного выше. Намного выше. Намного. Неподалеку. Намного выше. Всех начальств, всех властей, неважно, если вы всего лишь родинка. Вы святая родинка. Святая родинка. Иисус сказал, наименьший в теле Христовом, наименьший, самый наименьший в теле Христовом имеет больше власти и сильнее и больше самого величайшего пророка Ветхого Завета. Здесь надо восклицать. Не так ли? Задумайтесь об этом. Как ему было угодно. Хорошо. 34-й псалом. 34-й псалом. И давайте посмотрим 27-й стих. «Дорадуются и веселятся желающие правоты моей». Что такое его правота? Подумайте об этом в свете того, что мы только что прочитали. Он для каждого человека предназначил, спланировал славную жизнь. Бог не лицеприятен. Скажу вам. Он как-то раз мне сказал. «Кеннет, если бы я призвал тебя за всю твою жизнь вынести одно мусорное ведро, и это было бы все, что я когда-либо призвал бы тебя сделать, я могу сделать твой поход от дома до мусорного бака и обратно приключением всех приключений. «Я Бог!» Слава! Позвольте мне вам кое-что сказать. Ваше благосостояние не привязано к тому, что вы призваны в жизни делать. Ваше благосостояние не привязано к этому. В этом мире оно привязано. В этом мире есть такое понятие, как минимальная заработная плата. Но давайте перейдем в Царство Божье. И моему Господу и Спасителю, Иисусу Христу, лидеру и руководителю моей жизни для какой-то цели нужен кто-то в каком-то Макдональдсе. И Бог просит меня пойти туда поработать. Я не должен жить на зарплату в Макдональдсе. Это лишь часть моего семени. Я могу работать всю неделю, а потом в выходные сесть на свой реактивный самолет и полететь проповедовать. А в понедельник вернуться на работу в Макдональдсе. Как вы это делаете? Понимаете, мое благосостояние, благословение Господне, оно обогащает. И печали с собой не приносит. Ну же. Этот мир научил всех нас, что мы люди, живущие снаружи, внутрь. Что означает, что вы должны зарабатывать все, что вы получаете, или просить, или умолять кого-то об этом. Нет. Иисус сказал, что так поступают язычники. Что ж, конечно, только так они и могут это делать. Что я буду есть? Что я буду пить? Во что я буду деваться? Именно так они проводят все свое время. Думай об этом. Вы когда-нибудь замечали, что люди в наше время, очень многие люди, их единственный в жизни мотив работать, это в один прекрасный день перестать работать. Я должен тяжело трудиться, чтобы я смог уйти на пенсию, перестать работать. Что ж, перестаньте сейчас. Что с вами такое? Нет, понимаете, это не мотив. Это потому, что люди не понимают реальности Божьей экономики и истинного вознаграждения. Я слышал как-то раз, как один молодой человек по телевизору сказал, «Никто там не даст мне никакой работы». И это сильно задело мой дух. Я сказал, «Господь, что говоришь ты?» Я просто уединился и провел некоторое время перед Господом. И он начал говорить мне об этом. Он сказал, «Никто не дает тебе работу? Если кто-то дает тебе работу, то ты на плантации. И начальник рабов подзывает тебя и говорит, «Видишь вон ту кучу дров? Перенеси их туда и сложи их там, за тем домом. Когда ты это сделаешь, подойди ко мне, и я дам тебе другую работу». В основном, любой мог бы это сделать. 98% людей могли бы сообразить, как перенести эти дрова и сложить их за тем домом. истинное вознаграждение. Это когда у меня есть проблема и мне нужен кто-то, кто бы помог мне ее решить. И за это я вознагражу вас. Вот это настоящее вознаграждение. Я сказал, «Вот это настоящее вознаграждение». Это никогда правительство. Нет, нет, выбросьте все это из своего мышления. Аминь. И давайте перенесем этот же самый принцип в Царство Божье. И Бог является тем, у кого есть определенная нужда. А не просто люди. Как он может во мне нуждаться? Позвольте у вас кое-что спросить. Вы рождены свыше? Вы семя Авраамова? В вас живет благословение Господне? А нужно ли Богу благословить какое-то место? Что плохого в том, если Он пошлет туда вас? Есть наше вознаграждение, понимаете? Но поток благословения Господнего... Благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит. Итак, вы слушаете. Написано, «Благословение Господнее это делает». Этот мир говорит, «Я это делаю». Я зарабатываю деньги. Я заключаю сделки. Я прокладываю себе путь. Что происходит? Вы это делаете. Не благодать, а вы. Вы это делаете. Давайте перенесем это на рождение свыше. Вы могли как-то сделать это сами, своими силами. Могли ли вы родиться свыше? Я имею в виду, что если бы вы пришли к Богу, описали Ему рождение свыше и сказали, «Я хочу вот это». И Господь бы сказал, «Что ж, хорошо, давай». Ты хочешь, чтобы я это сделал? Да, давай. Спаси себя. В таком случае мы обречены. Мы обречены. Все кончено, не так ли? Я не могу этого сделать. У меня нет этих ресурсов. Это невозможно. Я не могу этого сделать. И я не могу у Него это купить. И своими силами мне не достичь спасения. Вы следите здесь за ходом моей мысли? Итак, как вы получили рождение свыше? По вере, чтобы было по милости или по благодати. Хорошо. Давайте возьмем ваше исцеление. То же самое, верно? Вы сами себя исцелите? Тогда как вы его получите? По вере, чтобы было по милости или по благодати. Как насчет крещения Духом Святым? По вере, чтобы было по милости по благодати. Римлянам 4,16. А как насчет даров Духа? По вере, чтобы было по милости по благодати. Так что заставляет вас думать, что вы должны зарабатывать свои деньги? Благосостояние. Мы говорим о благосостоянии. Писание говорит, Бог дает вам силу приобретать богатство. Богатство — это когда вы не живете от зарплаты до зарплаты. Это не богатство и не благосостояние, и вы это знаете. Богатство и благосостояние — это когда я постоянно хожу верой изо дня в день. Господь, я в Твоем распоряжении, и я хожу в Царстве Божьем, и все это прилагается мне. Это значит, что мне все равно, что происходит с экономикой. Мне не нужно менять свой образ жизни. Мой образ жизни остается прежним. Хорошо все в экономике, или плохо, как бы там ни было. Я хожу в Царстве Божьем. Мы люди Царства Божьего. И мы не живем снаружи-внутрь. Мы живем изнутри-наружу. И Царство Божье здесь, внутри. И оно переливается через край всем, что есть у Бога. Аминь. И вот где мои средства к существованию. Фактически. Я работаю не для того, чтобы заработать на жизнь. Некоторые из вас продолжают смотреть на меня с вопросом. Вы можете подкрепить это каким-то местом Писания? Да. Я бы этого не говорил, если бы не мог. Я бы так не рисковал. Вы понимаете? Помните, в послании к Ефесянам говорится, кто крал, впредь не кради, а лучше трудись своими руками. Что хорошо. Чтобы у него были средства к существованию. Нет. Чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Вы даете из того, что зарабатываете своими руками. Вы даете и даются вам меру утрясенной и переполненной. Послушайте. Меру утрясенной и переполненной. Ну же, ну же. Очень скоро. Это станет больше вашей работы. Это станет вашей работой. В 4 главе притчи. Давайте начнем с 23 стиха. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. В еврейском оригинале это звучит так. Со всем усердием, любой ценой, защищай своего духовного человека, потому что из него текут силы жизни. Понимаете, оттуда выходит сила веры. Оттуда выходит сила мудрости. Из духовного человека выходит сила праведности. оттуда выходит благословение Господне. Оно не сходит на вас, а оно выходит на вас. Когда вы родились выше, в вашего духовного человека было вложено семи величия, величие самого Иисуса. это благословение там. И чем больше вы приводите его в действие, чем больше вы ищете возможности благословлять, чем больше вы ходите в этом благословении, тем больше оно становится. Помните, чем так Иов раздражал сатану? И это не давало ему покоя. Он пришел к Богу и сказал, «Вокруг него стена». Сатана сказал, «Ты благословил его и все, что у него есть». Послушайте, сатану это злило. «Ты окружил его стеной». Стеной благословения. Благословения Господнего. Стена благословения, она в нас. Мы умножаемся. Мы плодоносны. Мы наполняем землю. Внутри каждого рожденного свыше верующего есть сила Божья, чтобы защищать эту планету, чтобы наполнять эту планету по мере того, как она ветшает. Именно поэтому люди так расстраиваются из-за нее. Все это глобальное потепление, глобальное похолодание. Что бы там ни было. Они так расстраиваются из-за этого. Они не могут ее спасти. И атмосфера, и эта планета не сотрудничает с ними. Почему? Что ж, Писание говорит, что она стенает и мучается. Ожидая чего? Откровения. Или проявления сынов Божьих. проявления сынов Божьих. Почему? Почему эта планета взывает и ожидает этого? Потому что решение ее проблем находится внутри этого благословения. Благословение Господне наполняет, пополняет запасы земли. И когда тело Христово поднимается, эта планета живет. Но когда увеличивается и увеличивается грех, он достигает такого уровня, особенно в тех местах, где сконцентрирован грех, что грех начинает ломать и крушить. Штормы, ураганы, торнадо, землетрясения, они вышли не из Бога. И Бог не наводит на людей эти вещи. Эти вещи порождаются проклятием. И мы увидим здесь кое-что на этот счет буквально через минуту. Но внутри вас есть сила, чтобы остановить это. Хорошо. Любой ценой защищайте свой дух, потому что из вашего духа выходят силы жизни. И вот что вы делаете, чтобы защищать свой дух. Отвергни от себя лживость уст. И это покрывает весь спектр непозволения никакому гнилому слову исходить из уст ваших. И Слово Божие говорит, жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие. Избери жизнь. Невозможно избирать жизнь и при этом избирать слова, которые подключены к проклятию. Невозможно говорить слова смерти и избирать жизнь. Вы должны избирать слова жизни, чтобы избирать жизнь. И это решение. Вы принимаете это решение. Вы стоите на нем, ходите на основании его. Вы обращаетесь к Библии, чтобы взять эти слова, слова жизни. Итак, отвергни от себя лживость уст и лукавство языка. Удали от себя. Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои, донаправленные, будут прямо пред тобой. Пусть ваши глаза. Видите? Он только что говорил нам. Внимайте Слову Божьему. Храните эти слова у себя перед глазами. Поэтому не сводите свои глаза со Слова Божьего. Обдумай стезю. Обдумай стезю. Думайте об этой стезе. Стезе призвания. Думайте о призвании. Ну, я не знаю, какое у меня призвание. Тогда ничего не делайте другого, пока не узнаете. Бог не скрывает и не прячет его от вас. Он сокрыл его для вас, чтобы не давать дьяволу докучать вам. Но уделите какое-то время. Придите пред Богом и скажите, «Господь, да будет воля Твоя!» Я верю, что принимаю Твою совершенную волю для моей жизни, совершенную стезю, мою славную стезю во имя Иисуса. Я принимаю сегодня, и я говорю, «Да будет воля Твоя!» И что касается Его, вы уже там. Там сейчас. Это лишь вопрос времени. И Он начнет благословлять вас так, как если бы вы уже были там и в самом центре. Если захотите и послушайтесь, то будете вкушать благо земли. Аминь? Нет, вам не нужно ждать до тех пор, пока вы окажетесь там, и затем говорить, «Хорошо, я здесь. Теперь ты можешь благословить Меня». Потому что так вы никогда не узнаете, когда вы там окажетесь. Как вы узнаете, что вы попадаете туда, если вы не знаете, куда вы движетесь? Поэтому что вы делаете? Вы берете это верой сейчас. Господь, да будет воля Твоя! Я в Твоем распоряжении! Я на 14.21. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим. И я возлюблю Его и явлюсь Ему сам». Аминь. Ключ здесь, друзья, в вере в Бога. Вера в Бога. Мы подбираемся туда. О, мы уже очень близко. Не уклоняйся. Ни направо, ни налево. Удали ногу Твою от зла. Итак, не уклоняйся ни направо, ни налево. Иисус сказал, «Это узкий путь». Немногие его находят. Но широк путь, ведущий в погибель. Давайте обратимся к книге Деяний, 27 главе, 9 стиху. «Но как прошло довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им, «Мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом, не только для груза и корабля, но и для нашей жизни». Но сотник более доверял кормчему или капитану и начальнику корабля, нежели словам Павла. Позвольте мне немного остановиться на этом. Люди постоянно это делают. Ваш пастор может сказать вам что-то на основании Слова Божьего, и вы думаете, «Ну да, но вы не понимаете моей ситуации, что происходит». Вы начинаете помышлять, рассматривать все альтернативы. И этот мир научил нас, что это мудро рассматривать все альтернативы. Нет, нет, нет. Рассматривайте и помышляйте о Слове Божьем. Абраам не помышлял, что его тело уже омертвело, и утробы сарены в омертвении. А о чем он помышлял? Только о том, что пообещал Бог. И был абсолютно уверен, что он силен это сделать. Понимаете? Он силен. Бог силен это сделать. Хорошо. Они послушали кормчивые начальника корабля, так как пристань неспособна или неудобна была к перезимованию. Что? Так как вам не понравились там гостиницы? Как пристань неспособна или неудобна была к перезимованию, то многие давали совет. Вы начинаете прислушиваться к многим, вы начинаете прислушиваться к толпе. Все моряки и кормчие с начальником не хотели оставаться там, потому что им не нравилось там жилье. Все девушки там, в другом месте. Не обращайте никакого внимания на этого проповедника. неспособна или неудобна была к перезимованию, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до Финика, пристани Критской, лежащей против юго-западного и северо-западного ветра, и там перезимовать. Подул южный ветер, и они, подумавши, что уже получили желаемое, отправились и поплыли поблизости Крита. Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Эвракледон. Они тогда давали имена ураганам. И сегодня по-прежнему используют те же самые определения. Есть бриз, есть сильный ветер, есть буря. Буря — это ураган. Поэтому мы знаем, мы теперь знаем, что там происходило. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру. И мы носились, отдавшись волнам. И набежавши на один островок, называемый Клавдою, мы едва могли удержать лодку, поднявши ее, стали употреблять пособие и обязывать корабль. Боясь же, чтобы не сесть на мель, спустили парус и таким образом носились. На другой день, по причине сильного обуревания или оказавшись внутри этой сильной бури... Итак, позвольте мне вам сказать, что там происходило, чтобы вы себе это правильно представляли, когда мы это читаем. Их маленький корабль попал в эпицентр урагана. Поэтому корабль кружился и кружился. И они, в отличие от вас, никогда не видели спутниковой фотографии урагана. Они не знали, как это выглядит. Они понятия не имели, что происходит. Их просто все кружило, кружило и кружило. И находясь внутри этого урагана дни и дни и дни и дни, им казалось, что солнце больше не восходило, поскольку они оказались запертыми в той непогоде. И заметьте, что он сказал. На другой день, по причине сильного обуревания, начали выбрасывать груз. А на третий мы своими руками побросали с корабля вещи. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезала всякая надежда к нашему спасению. Он включил в это и себя. «И как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал, «Мужи, надлежало послушаться Меня и не отходить открыто, чем и избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться». Что? «Потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился Мне в эту ночь и сказал, «Не бойся, Павел, тебе должно предстать предкесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобой». Так, подождите минутку. Не закрывайте это место, потому что мы к нему еще вернемся. Откройте 23 главу, 11 стих. «В следующую ночь Господь, явившись Ему, сказал, «Дерзай» или «Ободрись, Павел, ибо как ты свидетельствовал о Мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». Что это? Я ищу одно слово. План. Путь. Стезя. Ему уже был дан план. Он направляется в Рим. «Ибо ангел», верните сейчас 27 главу, «Ибо ангел сказал мне, «Не бойся, Павел, тебе должно предстать предкесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобой. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано». Что там произошло? Что произошло? Вот человек, который потерял всякую надежду на спасение в этом шторме, в который они попали. Они провели две недели внутри этой бури, не видя дневного света. И этот ангел сказал, «Ободритесь». Нас тошнит, а он говорит, «Ободритесь». Потом апостол Павел выходит и говорит, «Ободритесь, ребята». Как вы думаете, они там что? Что? «Ободритесь?» что произошло с апостолом Павлом? План стал больше этого шторма. Это был план Божий. Все бесы ада не смогут победить план Божий, когда один человек встанет, будет верить Богу и исповедовать этот план. Если вы знаете план, тогда вы знаете, что говорить. Поэтому перестаньте пытаться жить по своему собственному плану. Узнайте от Бога, кем вы должны быть, где вы должны быть, когда вы должны быть и как вы должны быть. Да будет план Твой. Отец, я благодарю Тебя и я молюсь за всех, кто меня слышит. Являй себя живым, Господь. Являй им Твое сострадание к Ним, ко мне, к каждому и благость любви Божьей. Благость любви Божьей. Аминь. О, такое благословение. И пятница всегда является на передаче «Победоносный голос верующего» днем пожертвований. Я хочу поблагодарить Бога за моих партнеров. Слава Богу. Вы занимаете важное место в нашей сглории жизни. В этом году передачей «Победоносный голос верующего» исполняется 38 лет, и наши партнеры... Это просто удивительно и замечательно. Как вы благословляли нас и стояли с нами все эти годы. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем, не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет зоа, жизнь, саму жизнь Божью, жизнь вечную. Этот дух жизни во Христе Иисусе, который освобождает нас от закона греха и смерти. Закон духа жизни во Христе Иисусе. О, у Бога есть план, и Он больше любого шторма. И Он для вас, и Он для меня. Отец, я молюсь за всех наших телезрителей. Я прошу тебя открывать им, как они финансово могут участвовать в этом служении и в этом телевизионном служении. Я воздаю тебе хвалу. Я верой, высвобождая помазание умножения. Это помазание прямо здесь, в этих местах Писания. И я высвобождаю его во имя Иисуса. «Спасибо тебе, Господь». Послушайте, что-то происходит сейчас в духе. Неважно, что в вашей жизни было не так. Для Бога это не что-то слишком большое. И Бог больше, чем готов и хочет полностью освободить вас прямо сейчас. Я люблю вас. Бог любит вас. И Иисус Господь.